Клариса Пинкола Эстас. «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях». Перевод с английского Науменко. Москва. ООО. Издательство «София». 2010 год. Моя докторская диссертация была посвящена этноклинической психологии, то есть исследованию и клинической психологии, и этнологии, причем в последнем делается упор на изучение психологии групп, в частности племен. После защиты докторской я написала работу по аналитической психологии и стала таким образом дипломированным специалистом в области юнгианского психоанализа. Мой жизненный опыт Кантадера Мессемонда, поэтессы и художницы, также дает богатую пищу для аналитической работы. Иногда меня просят рассказать, что я делаю в своем кабинете и как я оттуда могу помочь женщинам вернуться к их дикой природе. Основной упор я делаю на клиническую и возрастную психологию, а для лечения использую самые простые и доступные средства – сказки. Мы исследуем материал, содержащийся в сновидениях пациента, и в этом материале находим множество сюжетов и сказочных историй. Физические ощущения и телесная память пациента – это тоже сказки, которые можно читать и переводить на язык сознания. Кроме того, я обучаю пациентов некой разновидности мощной интерактивной практики, близкой юнгианскому методу активного воображения. Она тоже порождает сказки, которые в дальнейшем помогают прояснить душевные странствия моих клиентов. Мы вызываем дикую самость, используя специальные вопросы, исследуя сказки, легенды и мифы. В большинстве случаев нам удается со временем отыскать направляющий миф или сказку, где содержатся все наставления, необходимые женщине в настоящее время для развития ее психики. Такие мифы и сказки включают в себя драму женской души. Это похоже на пьесу со сценическими ремарками, описаниями характеров и театральным реквизитам. Важная часть моей работы – рукоделие. Я стараюсь передать своим пациенткам знания, обучая их старинным ручным ремеслам, в том числе и символическому искусству изготовления талисманов. Лас офрендас и ретаблос. Это может быть все, что угодно, от простых палочек, оплетенных тесьмой, до сложной скульптуры. Искусство – важная вещь. Оно знаменует времена года души, либо какое-то памятное или трагическое событие в ее странстве. Искусство предназначено не только для себя. Оно не только знак, отмечающий собственное понимание. Это еще и карта для тех, кто идет за нами. Наверное, вы представляете, насколько индивидуальна работа с каждым человеком. Ведь не даром говорят, что все люди разные. Но в моей работе с людьми есть постоянные факторы, которые составляют основу любой работы – и моей, и вашей. Это искусство задавать вопросы, искусство сказок, искусство рукоделия. В процессе всего этого что-то создается, и это что-то душа. И всякий раз, когда мы питаем душу, она обязательно подрастает. Надеюсь, вы убедитесь, что это вполне доступная способа размягчить давние шрамы, исцелить старые язвы, обрести новое видение и тем самым восстановить прежние навыки, позволяющие видеть душу без специальных ущищрений. Сказки, которые я привожу здесь, чтобы проиллюстрировать инстинктивную природу женщины, это иногда подлинная история, а иногда явные литературные переложения, которые я сделала сама, используя те странные рассказы, которые поверили мне мои «Тиас у Тиос», «Абуэлитас у Абуэлос», «Тетушки и дядюшки», «Бабушки и дедушки» испанских. «Омакс и опахс» – старейшие члены моих семей, носители устных преданий, непрерывная нить которых уходит в глубины прошлого, едва доступная нашей памяти. Есть здесь и несколько документов, которые я сама записала, встречаясь с людьми. Некоторые из них очень давние, и все они несут в себе голос в сердце. Они приведены здесь во всех бесхитростных подробностях и первозданной целостности. Я выношу их на ваш суд с разрешения и благословения трех поныне здравствующих поколений наследственных шаманов-сказочников, которые знают искусство использования всех тонкостей для того, чтобы сказка стала средством исцеления». Примечание. Смотрите послесловие «Сказка как лекарство», где рассказывается об этнических традициях, которым я следую в вопросе о границах сказки. «Кроме того, я привожу здесь некоторые вопросы, которые задаю своим пациенткам и другим людям, помогая им вспомнить себя. А еще я немного объясняю вам секреты ремесла, изысканной и прихотливой игры, позволяющей женщинам сохранять в сознательной памяти божественную сущность своего творчества. Все это помогает восстановить единство с драгоценной дикой самостью». Сказки – это лекарства. Они владеют мною с тех пор, как я услышала свою первую сказку. Они обладают целительной силой, не заставляя нас делать, быть, действовать. Достаточно просто слушать. В сказках содержатся средства, позволяющие исправить или возродить любую утраченную душевную пружину. Сказки рождают волнение, печаль, вопросы, стремление и понимание, которые спонтанно поднимают на поверхность нужный архетип, в нашем случае – архетип дикой женщины. В сказках есть наставления, помогающие нам пробиваться через жизненные тернии. Сказки убеждают нас в том, что таящийся в глубине архетип необходимо вытащить на свет и дают способ, как это сделать. Приведенные на последующих страницах сказки – это лишь единицы из сотен тех, с которыми я десятилетиями работала и над которыми десятилетиями размышляла. Я убеждена, что они яснее других выражают все богатство архетипа дикой женщины. Иногда разные культурные наслоения изменяют костяк сказки. Например, относительно братьев Гримм – типичный пример собирателей сказок, работавших в последние столетия. Возникает сильное подозрение, что источники, сказители того времени, порой подчищали свои сказки в угоду набожным собратьям. С течением времени на старые языческие символы наложились христианские. Так что древнее сказочное ведунье превратилось в злую ведьму. Дух в ангела, использовавшийся при посвящении покров или сорочка, в носовой платок, а дитя по имени Красавица, обычное имя для девочки, родившееся в праздник солнцестояния, оказалось переименованным в печальницу. Детали сексуального характера опускались, приходившие на помощь существа и животные обычно превращались в демонов и страшилищ. Именно так были утрачены многие назидательные сказки, призванные рассказывать женщинам о половой жизни, о любви, деньгах, замужестве, деторождении, смерти и преображении. Именно так ушли в тень волшебные истории и мифы, в которых объяснялись древние женские таинства. Из большинства издаваемых ныне старых собраний волшебных сказок и мифов полностью выкорчевана всякая скатология, примечания, все, что имеет отношение к экскрементам грязное, все сексуальное, порочное, даже там, где сказка учит избегать этого, все дохристианское, женское, женские божества, инициации, лекарства от различных душевных недугов и наставления по экстатическим духовным практикам. Но они не утрачены навсегда. В детстве мне было поведано множество неприукрашенных и неиспорченных старых сказок. Ни одну из них я перенесла в эту книгу, но даже обрывки сказок в том виде, в каком они существуют сегодня, могут дать представление о подлинном сюжете. Я размышляю об этом, занимаясь работой, которую в шутку называю патологоанатомией и палеомифологией сказки, хотя на самом деле реконструкция – это процесс долгий, сложный и требующий терпеливого созерцания. При необходимости я использую различные приемы интерпретации текста, сравнение лейтмотивов, учитываю исторические и антропологические данные, новые и старые образы. Этот метод, в частности, реконструкция на основе исконных древних приемов композиции, которую я освоила за годы изучения аналитической и архетипической психологии, позволяет сохранять и изучать все мотивы и сюжеты сказок, легенд и мифов, чтобы постичь инстинктивную жизнь людей. Я черпаю сведения в картинах, которые таятся в мирах воображения, в коллективных образах бессознательного и в тех, которые удается обнаружить, благодаря сновидениям и необычным состояниям сознания. Последние штрихи можно нанести, сравнивая матрицы сказок с археологическими находками в местах древних культур, например, с глиняными ритуальными масками и фигурками. Одним словом, как говорится в сказках, я провожу много времени, разгребая носом золу. Модели архетипа я изучаю лет 25, а мифы, сказки и фольклор национальных культур вдвое дольше. Я очень многое узнала о структуре сказок и понимаю, где и когда в сказке недостает тех или иных костей этой структуры. Шли века, один народ побеждал другой, религии сменяли друг друга, иногда мирно, а иногда насильственно. И все это наслаивалось на первоначальное ядро старых сказок или изменяло им. Но есть и добрые вести. Несмотря на всю структурную неразбериху в версиях сказок, существует прочная основа, которая ярко просвечивает и поныне. По форме и очертаниям фрагментов и обрывков можно довольно точно определить, что в сказке оказалось утраченным, и эти недостающие части можно точно восстановить. Иногда попутно обнаруживаются поразительные глубинные структуры, обладающие свойством исцелять женскую печаль, вследствие того, что так много женских таинств было уничтожено. Впрочем, это не совсем так. Они не уничтожены. Все, что нужно и нужно нам всем, по-прежнему подает нам тихий голос из сюжетной структуры сказки, из ее костяка. Собирание сказок – это постоянные палеонтологические изыскания. Чем больше костей, тем больше вероятность, что удастся восстановить всю структуру. Чем полнее сказка, чем более тонкие изгибы и повороты души предстают перед нами, тем богаче становится возможность постичь и пробудить плоды труда своей души. Когда душа трудится, то она, дикая женщина, творит и умножает себя. Мне посчастливилось провести детство в окружении выходцев из различных старых европейских культур и Мексики. Многие члены моей семьи, мои соседи и друзья переселились из Венгрии, Германии, Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Чехословакии, Сербии, Хорватии, России, Литвии, а также из Халиска и Мичуакана, из Хуареса и других старых поселений, расположенных у границы Мексики за штатами Техас и Аризона. Эти люди и многие другие, американские индейцы, жители Аппалачских гор, иммигранты из Азии и американские семьи африканского происхождения, приехавшие с юга, приходили собирать урожай, работать на фермах, в кочегарках, на сталелитейных заводах, в пивоварнях, помогать по дому. У большинства из них не было традиционного образования, однако они отличались удивительной мудростью. Они были носителями драгоценной и почти чистой устной традиции. Многие родственники и окружавшие меня соседи прошли трудовые лагеря, лагеря для перемещенных лиц, лагеря для депортированных, концентрационные лагеря, где встречавшиеся среди них сказители пережили кошмарные варианты сказок Шахерезады. Многие потеряли родовые земли, жили в тюрьмах для иммигрантов, были принудительно репатриированы. От этих простых людей я впервые услышала сказки, которые рассказывают в ситуациях, когда жизнь в любой миг может смениться смертью, а смерть – жизнью. Послание, которое я от них получила, было настолько полно страданий и надежд, что когда я стала достаточно взрослой и научилась читать книги, то по сравнению с услышанным, напечатанные в них сказки показались мне плоскими, словно кто-то их накрахмалил и выгладил. В молодости я перебралась на Запад, к континентальному разделу. Я жила в атмосфере взаимной любви среди евреев, ирландцев, греков, итальянцев, выходцев из Африки и Азии. Все они стали для меня добрыми духами и друзьями. Мне посчастливилось узнать людей из некоторых редких и старых латиноамериканских поселений, расположенных на юго-западе США, таких как Трампас, Тручас, Нью-Мехико. Мне выпала удача общаться с друзьями и родственниками из числа американских индейцев. От инуитов, примечание, самоназвание эскимоса, на севере, через народности равнин и поэбло, примечание поэбло, индейские поселения, многокомнатные дома крепости. На западе – Донауа, Лакандона, Тихуэльчи, Уичоли, Сери, Майя-Кича, Майя-Кокчикелей, Мискита, Кунов, Наска-Кечуа и Хивара в Центральной и Южной Америке. Я обменивалась сказками с братьями и сестрами-целительницами за кухонным столом и под виноградными лозами, в курятниках и коровниках. Когда лепила тортильи, выслеживала лесную живность и вышивала миллионный по счету крестик. Примечание тортильи – мексиканские кукурузные лепешки. Мне выпала удача делиться последней миской чили, петь вместе с негритянками такие духовные песнопения, которыми, казалось, можно мертвых воскресить, спать под звездами в домах без крыш. Я присаживалась к огню или к столу, или к тому и другому в итальянских и польских кварталах, в горных деревушках, в Лос-Бориос и в других этнических поселениях Среднего и Дальнего Запада. А не так давно обменивалась сказками про спаратов, злых духов, с друзьями-гриотами на Багамах. Примечание. Гриоты – профессиональные сказители, музыканты-певцы Западной Африки. Мне вдвойне везло. Куда бы я ни пришла, дети, матери семейств, мужчины в расцвете лет, старики и старухи, все художники души появлялись из лесов, джунглей, лугов, песчаных холмов, чтобы поподчивать меня баснями и выдумками. И я тоже в долгу не оставалась. К сказкам можно подходить очень по-разному. Профессиональный фолклорист, специалист в области юнгианского, фрейдовского или другого психоанализа, этнолог, антрополог, теолог, археолог – каждый из них имеет свой особый метод как сбора сказок, так и их использования. С интеллектуальной точки зрения моя работа со сказками развивалась через изучение аналитической и архетипической психологии. Обучаясь на психоаналитика, я более пяти лет изучала развитие лейтмотивов, символику и мифологию народов мира, древнюю и популярную иконологию, этнологию, религии народов мира и искусство истолкования. Примечания. Иконология. Направление в искусствознании XX века, исследующие сюжеты и изобразительные мотивы в художественном произведении для определения его историко-культурного смысла и выраженного в нем мировоззрения. Но интуитивно я подходила к сказкам как кантадора, хранительницы старых историй. Я происхожу из двух древних родов сказительницы. С одной стороны, Мессамандок – венгерские старухи, которые с одинаковой легкостью могут вести повествование, хоть сидя на деревянном стуле, положив на колени пластиковую сумочку, расставив ноги и свесив юбку до земли, хоть сворачивая шею курицы. С другой стороны, Куэнтистас – латиноамериканские, широкобедрые старухи с тяжелой грудью, стоя рассказывающие свои сказки на взрыд в стиле Ранхера. Оба рода рассказывают сказки просто – голосами женщин, в жизни которых были кровь и дети, хлеб и кости. Для нас сказка – лекарство, укрепляющее и исправляющее человека и общину. Те, кто взяли на себя ответственность за это ремесло и преданы стоящим за ним божествам, являются прямыми потомками обширного и древнего сообщества святых, трубадуров, бардов, гриотов, кантадр, канторов, странствующих поэтов, бродяг, ведьм и безумцев. Однажды мне приснилось, что я рассказываю сказки и чувствую – кто-то ободряюще похлопывает меня по ступне. Я смотрю вниз и вижу, что стою на плечах старой женщины, а она придерживает меня за лодыжки и улыбается, глядя на меня снизу. Я говорю ей – нет, нет, это вы должны стоять у меня на плечах, ведь вы старая, а я молодая. Нет, нет, – возражает она, – все как раз так, как положено. И тут я вижу, что она стоит на плечах женщины, которая гораздо старше ее. А та на плечах еще более старой женщины, а та на плечах женщины в пышном одеянии, а та на плечах еще одной души, а та на плечах. И я поверила той старой женщине. Так положено. Моя способность рассказывать сказки питается мощью и талантом моих предшественниц. По моему опыту, самый яркий момент рассказа берет свою силу именно в этой и уходящая в бесконечность колонне людей, чья связь перекрывает пространство и время. Людей, которые сообразно своему времени, живописно одеты в лохмотье, в пышное одеяние или на готу, и до краев наполнены жизнью. И эта жизнь все продолжается. Если и существует единый источник сказки, божество сказки, то им является эта длинная череда людей. Сказка гораздо старше, чем искусство и наука психологии. И всегда будет оставаться старшим членом уравнения, сколько бы времени не прошло. Один из древнейших способов рассказывать сказки, который меня чрезвычайно занимает, пламенное состояние транса, когда рассказчица, почувствовав публику, будь это один человек или целая толпа, входит в состояние мира между мирами. И тогда сказка притягивается к сказительнице и рассказывается через нее. Сказительница в таком состоянии призывает эль-дуэнде, ветер, который швыряет душу в лица слушателя. Примечание. В буквальном смысле эль-дуэнде – дух ветра. Эта сила определяет поступки и творческую жизнь человека, в том числе его походку, звучание голоса, даже то, как он поднимает мизинец. Этот термин используют в танце фламенко, а также для описания способности мыслить поэтическими образами. Среди латиноамериканских курандерос, которые собирают сказки, он понимается, как способность становиться вместилищем духа, иного, чем свой собственный. Кем бы ты ни был, художником, зрителем, слушателем или читателем, когда эль-дуэнде есть, то ты его видишь, слышишь, чувствуешь за танцем, музыкой, словами, произведением искусства. Ты знаешь, что он в них. И когда эль-дуэнде отсутствует, ты это тоже понимаешь. Используя медитативную практику сказки, она учится поддерживать двойную психологическую связь. То есть, овладевает навыком закрывать некоторые психические врата и выходы эго, чтобы дать слово голосу, тому голосу, который старше, чем камни. И тогда сказка может сделать любой поворот, может встать с ног на голову, может наполниться кашей и стать обедом для бедняка, зазвенеть золотом для любителей наживы, перенести слушателей в другой мир. Сказительница никогда не знает, чем все закончится. И это лишь половина целебной магии сказки. Эта книга повествует о повадках архетипа дикой женщины. Попытаться свести ее к схеме, заключить ее душевную жизнь в таблице, значило бы войти в противоречие с ее духом. Познавать ее процесс. Этот процесс развивается, длится всю жизнь. Вот почему эта книга также развивается и длится всю мою жизнь. В ней собраны сказки, которые можно принимать как витамины для души. Здесь есть наблюдения, обрывки карты, комочки сосновой смолы. Нам необходимо прикреплять к деревьям перья, которые укажут путь. Есть и примятый кустарник, который приведет нас обратно в Эль-Мунда-Саптеранем, в подземный мир, дом нашей души. Сказки приводят в движение внутреннюю жизнь. И это особенно важно, когда внутренняя жизнь запугана, стеснена или загнана в угол. Сказка смазывает петли и засовы, вызывает прилив адреналина, указывает выход наружу, вверх, вниз или к нашей беде, прорезает прекрасные широкие двери в, казалось бы, ранее глухой стене, открывает пути в царство грез, к любви и знанию, назад к нашей подлинной жизни, жизни мудрой дикарки. Сказки вроде «Синей бороды» помогают нам догадаться, что делать с женскими ранами, которые не перестают кровоточить. Сказки вроде «Костяной женщины» раскрывают мистическую власть любовного союза, показывают, как омертвевшее чувство может снова возродиться к жизни и глубокой любви. В образе бабы-яги, дряхлой дикой ведьмы, можно обнаружить дары старой матушки смерти. В сказке «Василиса премудрая» куколка, указывающая путь, когда кажется, что все уже потеряно, извлекает на поверхность одно из утраченных женских инстинктивных умений. Такие сказки, как «Ла-Лоба» «Костяная женщина в пустыне» учат преображающей работе души. Сказка «Безрукая девица» восстанавливает утраченные связи старых ритуалов посвящения, пришедших из древних времен, а значит, дает вневременное постоянное руководство на весь срок жизни женщины. Именно соседство с дикой природой заставляет нас не ограничивать свое общение людьми, не ограничивать свои самые прекрасные движения танцевальной площадкой, уши только музыкой, издаваемой рукотворными инструментами, глаза только выученной красотой, тело привычными ощущениями, а ум тем, с чем все мы заведомо согласны. Все эти сказки несут в себе острие интуиции, пламя страстной жизни, стремление говорить то, что знаешь, смелость, не отводя взгляды, выносить то, что видишь, аромат дикой души. Это книга женских сказок, образующих вехи на пути. Они для вас. Читайте их, размышляйте над ними, и они помогут вам найти дорогу к естественно добытой свободе, любви к себе, к животным, к земле, к детям, к сестрам, к возлюбленным и мужчинам. Скажу вам сразу, двери в мир дикой самости немногочисленны, но драгоценны. Если у вас есть глубокий шрам, это дверь. Если есть старая-престарая сказка, это дверь. Если вы любите небо и воду очень сильно, почти нестерпимо, это дверь. Если вы тоскуете по лучшей жизни, полной жизни, здоровой жизни, это дверь. Собранные в этой книге материалы призваны вселить в вас отвагу. Эта работа должна стать крепостью для тех, кто на пути, в том числе для тех, кто возделывает трудную ниву души, и для тех, кто работает в миру и для мира. Мы должны стараться дать душе возможность расти в естественном направлении, достигать своих естественных глубин. Дикая натура не требует, чтобы у женщины был какой-то определенный цвет кожи, определенное образование, определенный образ жизни или материальный уровень. Но она не может свести в атмосфере вынужденной политической благопристойности или когда ее втискивают в старые, утратившие силу парадигмы. Она расцветает в условиях свежего видения и душевной чистоты. Она расцветает в своей собственной природе. Поэтому, кем бы вы ни были, интровертом или экстравертом, женщиной, любящей женщин, мужчин, Бога или всех сразу, обладательницей безыскусной души или амбиции амазонки, женщиной, которая старается достичь высот или просто дожить до завтра, женщиной, искрящейся весельем или угрюмой, царственной или забитой. Первозданная женщина принадлежит вам. Она принадлежит всем женщинам. Чтобы ее найти, необходимо вернуться к инстинктивной жизни, к глубочайшему женскому знанию. Примечание. Один из важнейших моментов в развитии исследований женской психологии то, что сами женщины наблюдают и описывают происходящее в их жизни. Этнические связи женщины, ее происхождение, ее ценности, все это должно учитываться как единое целое, поскольку в совокупности образует чувственный мир ее души. Конец примечания. Поэтому давайте приложим все усилия и припомним свое прошлое вплоть до дикой души. Давайте песней вернем на свои кости ее плоди. Сбросим все чужие одежды, которые на нас напялили. Облачимся в свой истинный наряд, мощный инстинкт и знания. Заселим края души, давно принадлежащие нам. Снимем повязки, приготовим лекарства. Дикие женщины давайте вернемся прямо сейчас, крича, смеясь, воспевая ту, которая так нас любит. Для нас проблема очень проста. Без нас умрет дикая женщина. Без дикой женщины умрем мы. Пара вида. Ради истинной жизни должны жить и мы, и она. Музыка.